кратно уже пишу это видео по поводу фотосъемки по поводу от объектива предоставленные компании sony в россии спасибо им большое за камеру sony a9 объектив 400 миллиметров которым я снимал кубы кремля мне было очень приятно работать с компанией sony и то что она предоставляет такие вещи для спортивной фотосъемки для того чтобы я фотографировал это все какие плюсы например камеры sony a9 ну то что она снимает 20 кадров в секунду наверное все это знают то что выдержка 32000 это хорошо когда мы в солнечную погоду я не использую никакие нд фильтры и я хочу делать снимки на открытой фотографии я просто беру и вывожу в 32000 или в 10 тысяч 15 тысяч 20 тысяч это что касается выдержки то что касается диафрагмы здесь диафрагма 2 и 8 и очень хорошо мылит задние фоны то что здесь прекрасный стабилизатор это просто превосходно то что она работает в трех режимах вот здесь вот есть такие кнопочки которые работает на более семи метров более семи более двух и на коротком конце вот и в зависимости от задачи если ко мне близко находится спортсмен я для того что он быстрее фокусировался я привожу его там в третий режим если находится более семи метров я перевожу то в первый режим интересно очень реализована кнопка set на эту кнопку можно назначить любые действия фокусировка выбора точки фокусировки и всякие остальные также здесь это тоже на эти кнопки их здесь видите много их здесь четыре штуки это тоже можно навесить это все программное программно можно обеспечить здесь очень главное кольцо фокусировки и очень хорошо снимается на ручные но ручной фокусировки здесь вот есть такой вот барашек который ты из вертикального режима можешь в горизонтально перевести хорошо здесь реализовано то что ты поворачивая вот этот вот объектив делаешь это до щелчка это как раз не не реализовано на 70 200 объективе g master 2 и 8 и на самом деле бы если бы они реализовали такую же функцию в таком объективе было бы очень удобно для спортивной фотосъемки потому что на 70 200 ты всегда ориентируешь на вот эти вот точки и пытаешься чтобы он вышел прямо а здесь достаточно тактильных ощущений которые до щелчка я понимаю что я попал в этот щелчок я просто затягиваю и дальше снимаю по поводу этой бленды я в зале не снимаю этой бленды надо снимать наверное когда сильное солнце на сильно солнце я еще не успел поснимать потому что мне этот объектив пришел буквально вот недавно неделю назад и я уже его опробовала на кубке кремля и я восхищен этим объективом и еще раз скажу что это самый легкий объектив в истории наверное до 400 миллиметров это самый легкий объектив в мире и им легко очень управлять буквально даже я иногда других ситуациях я снимал с рук и это поверьте мне это очень удобно и очень классно какая еще здесь но это наверное в других объективов реализован то что здесь можно светофильтр вставлять и он очень маленький давайте вам покажу вот здесь вот такой вот маленький светофильтр можно вставлять и буквально ты вот раз и до щелчка надавил и захлопнул все то есть поменял наставил светофильтр или парализационный фильтр либо нейтрально-серый фильтр и тоже это очень классно реализовано здесь на табличке написано что это 400 миллиметров 2 и 8 и номер человека который это делал если с этим объективом что-то случится мы всегда можем понять кто его делал и тогда этот объектив направляется этому человеку но тогда его дефектует что какой минус я заметил в этом объективе по сравнению с другими но у меня был маленький опыт работы с такими объективами других компаний то что здесь надо постоянно откручивать барашек да и снимать вот эту бленду было бы наверное интересно когда этот бленда убиралась бы сюда внутрь и это очень быстро долго времени занимает открутил надел положил все это где-то внизу валяется потом тебе это надо быстро собрать если на другую точку передвинуться если бы это было реализовано какой-то кнопкой ты нажал и опустил вниз и дальше побежал то было бы это очень здорово ну как то вот так вот разом Продолжение следует...